Друзья, всех приветствую! На связи Станислав Орехов. Сегодня очень увлекательное занятие. Оно будет о том, какие бывают типы стратегических сессий, как сделать так, чтобы на этих стратегических сессиях клиент нас не только слушал, не только получал пользу, но и покупал. Секрет здесь очень простой. Нужно понимать, какие у нас есть этапы воронки продаж, какие у нас есть триггеры, какие у нас есть цепочки для принятия решений. И если мы понимаем, зачем какой клиент к нам приходит на первой стадии, то мы можем классифицировать вот эту вот продающую, либо первую встречу для того, чтобы клиента перевести на следующий этап, будь то разбор, либо это покупка, либо покупка основного, либо минимального пакета. И вот как это все сделать, как сделать так, чтобы клиент приходил к вам на стратегическую сессию и покупал, какие классификаторы должны быть и как это сделать, об этом будет сегодня видео. Достаточно может быть долгое, детальное, все как я люблю, разобрать по полочкам, но чтобы вы раз и навсегда разобрались в том, как же делать правильно стратегические сессии. Здесь по каждой из типов стратегической сессии дам основную стратегию. Это нельзя сказать, что это будет скрипт какой-то, но это будет не скрипт, а последовательность действий и логика повествования, которая должна быть у вас, либо у ваших продавцов для того, чтобы все получалось. Итак, у нас четыре основные схемы продаж. Сделал я это по системе BEST. Система BEST это такая уникальная моя разработка, которая в принципе описывает все, что угодно. Об этом можно посмотреть в других видео. А очень кратко здесь. Здесь мы делаем так, чтобы BEST это первое B это выгода, E это Emotion, S это Safety, безопасность. И T это топ, быть лидером. И вот мы разделили вот эти четыре основные категории. У нас услуги мы можем продавать, мы можем через нетворки продавать, у нас может быть скрипт продаж и у нас может быть разбор. Это у нас четыре разных консультационных стратегических сессии под разные продукты для того, чтобы мы могли продавать разные темы. Эта информация в основном будет полезна у нас не для каждого конкретного человека, который хочет развить свой бизнес, а больше для наставника, для эксперта, для того, чтобы понять типологию и уже донести до клиента, до своего типа клиента то, что ему подойдет. Итак, давайте же разбираться. Поехали. Первая у нас часть это у нас услуги. В этом случае, да, давайте посмотрим, у нас есть разбор, когда мы ведем консалтинг, разбор по продажам. Здесь у нас есть пять тем, которые у нас возможны, пять тем для того, чтобы встретиться. Мы можем делать либо аудит и искать узкое горлышко у нашего клиента. К примеру, он приходит с онлайн-школы и говорит, я не знаю, где у меня просадка, как сделать так, чтобы было клиентов больше. Мы делаем большой крупный анализ этой школы и смотрим, как сделать так, чтобы у него было больше денег. Находим, как правило, очень легкий какой-то ход. Допустим, это может быть конверсия на лейдинге увеличить, либо увеличить количество входящих клиентов. Мы видим, где нужно сделать максимальное, очень простое, понятное действие, закрыть это узкое горлышко, и чтобы у нашего клиента было больше продаж. Мы его находим, за это нам платят деньги. Достаточно интуитивно такая понятная вещь, если вы понимаете, разбираетесь, в чем здесь дело. Но не всем людям, очевидно, надо посмотреть со стороны. Здесь получается так, что вы можете сказать какую-то одну фразу, а у клиента возрастет доход в два раза. Естественно, за это нормально заплатить. Вторая тема – это бизнес-разбор. Здесь клиент приходит и говорит, я вот хочу в целом поменять или понять бизнес. Свой немножечко его изменить, сделать так, чтобы он был у меня более прибыльным. И здесь уже недостаточно только узкой горлышкой решить. Вроде бы оно решено, но нужно в целом пересобрать бизнес. И здесь мы делаем полноценный бизнес-разбор. Следующая у нас тема – это психологическая. Психология – лайт-разбор. Здесь мы говорим о том, что человек запускает часть всего наставничества. Он помогает другим людям находить свои ресурсы внутренние, избавляться от каких-то стереотипов, от тараканов внутренних, от багов. Мышления. Вот программа мышления. И делать так, чтобы он сам поверил, что можно двигаться дальше, двигаться быстрее. И чаще всего продукты этого продукта – это то, что этот же клиент разрешает другим людям тоже избавляться от этих психологических загонов и проблем. И за счет этого у клиентов, которые являются нашим клиентом, тоже растет доход. То есть это такой бизнес в бизнесе, он очень узконаправленный. Здесь нужно знать только психологию и иметь в себе силы, храбрость разрешать другим людям, разрешать то, что ты сам себе не можешь разрешить. Вот такая тема тоже рабочая, она достаточно узконаправленная. Кто-то называет всю эту тему инфо-цыганством, но так или иначе такая не существует. И вот здесь тоже есть психологический разбор. На самом деле это просто психология, и у многих людей, у большинства, и у вас, кто нас смотрит, и у меня, у каждого из нас есть точки роста. Если бы их не было, то жизнь была бы бессмысленной, мы всегда растем, двигаемся дальше. Поэтому психологический разбор, лайт, так называемый, когда больше ничего не знать, не надо, у нас большая система, там 7 на 7, а это 7 на 7 лайт, можно сказать. Дальше есть стратегическая сессия. Стратегическая сессия – это как бы первоначальный шаг, когда мы садимся там на 1, на 2 часа, может быть, и разбираем полностью и бизнес, и психологию. И мы вместе разбираем бизнес-разбор и психологический разбор. Потому что бизнес – это часть нас, это отражение нашей жизни, нашего мироощущения, нашего сознания. И поэтому здесь мы, соединяя все это вместе, мы можем сделать так, чтобы бизнес вырос и человек вырос одновременно. Через человека бизнес растет, либо наоборот, через изменение бизнес-показателей люди сами растут. Тогда это будет работать. И здесь мы это делаем на стратегической сессии. Как правило, у нас это делается либо за деньги, потому что она достаточно длинная и такая внимательная, либо это можно делать на ютубе для того, чтобы другие зрители смотрели. И здесь мы показываем свою работу как наставника, коуча, консультанта, бизнес-консультанта в прямом эфире, и это привлекает внимание. Это всегда очень интересно, когда человек приходит и идут разборы. И есть еще предпринимательский разбор здесь, о чем он, о том, каким образом сделать так, чтобы человек позволил себе быть предпринимателем. То есть очень часто наши психологические ограничения и вообще как наш бизнес устроен, они сделаны под нас. Вот что мы умеем, какие у нас есть навыки, какие у нас есть ресурсы, мы то и делаем. Но предпринимательский подход, он не об этом. Он о том, как видеть все ресурсы и, если у нас чего-то нет, разрешить себе брать партнеров, брать сотрудников и, в общем, строить систему. И вот часто бывает так, что человеку нужно просто разрешить быть предпринимателем, и это будет его тоже путь роста. Итого мы видим, что это у нас консалтинг в основном. И здесь, как продавать консалтинг, можно посмотреть вот эту схему. Давайте посмотрим, что же мы здесь делаем. Что нам нужно подготовить вообще заранее и как мы привлекаем клиента для того, чтобы он купил наш консалтинг на одну из эту тему. Заранее мы готовим программу, на которой будем приглашать клиента. У нас должно быть понимание, ясность, куда мы приглашаем. И в зависимости от этого мы выбираем, какой у нас будет разбор. Также у нас должна быть уже заранее подготовлена линейка продуктов в формате результата и стоимость. Для этого мы делаем предварительно урок с оффером и рассматриваем, чтобы там вот все были пять типов офферов, и цена уже сказана и понятна. Для того, чтобы мы очень легко могли презентовать клиенту, не думая, сколько же он на это стоит, чтобы человек прям понимал, что у нас можно точно решить свою проблему, которую мы только что выявили. Ситуация. Клиент пришел на свои точки роста, что у тебя есть, а у него нет. И он вдохновился нашими постами, нашим проявлением, то есть он как-то хочет то, что есть у нас. Так мы привлекаем клиентов на консалтинг. Мы можем заранее спросить, готов ли действовать клиент, есть ли у него деньги, и для начала можно сделать так, чтобы он просто захотел, и тогда он найдет деньги. То есть всегда можно, если есть желание, деньги найти. Можно там взять кредит, либо занять, либо где-то из бизнеса вынести, либо сделать так, чтобы он покупал не большой дорогой продукт, а какой-то первоначальный шаг, первоначальную часть. Вот даже какую-то базовую консультацию, то есть бесплатную консультацию можно продать какой-то разбор, ну, наверное, за 10 тысяч, за 20, за 50, за 100, кто во сколько оценивает свою работу, это можно и нужно сделать. Для этого как раз и делается линейка продуктов. Как вести такую консультацию? Я дал 5 основных тем, на которые стоит здесь сделать упор, и которые нельзя не пройти. Внутри там могут быть ответвления, но вот эти 5 основных вещей должны быть в любом случае. Первое – это привет знакомства, расскажи свою историю. Человек начинает рассказывать свою историю. Здесь мы садимся и записываем, что он рассказывает, и смотрим, как он говорит, какие у него образы мышления, как он вообще мыслит, чтобы прийти на эту сумму. И мы сразу же здесь видим, замечаем те баги мышления, которые у него есть, или те вещи, которые он сам отмечает, в том, что ему может помешать прийти. Дальше мы просто их записываем и дальше, говоря его словами, можем развеять его сомнения. И если он увидит, что мы можем развеять их сомнения, и у нас есть решение его вопросов, чаще всего он захочет продолжать. Поэтому здесь мы должны, конечно, быть компетентны в этом вопросе Отлавливать, первое, сомнения И второе, закрывать их здесь же Второе, здесь мы Кстати, пока не закрываем, пока мы только выясняем Что хочешь, куда стремишься и вообще То есть так называемая точка B И дальше, если он сказал, что я хочу там зарабатывать, например, миллион, хочу 10 Говоришь, отлично, а если будет 10, то что дальше? То есть мы пробуем 10 миллионов раскрутить еще дальше Либо это 100 миллионов, либо 10 миллионов пассивного дохода, что-то, да И точка C И тут очень важно понять и для себя, и чтобы человек увидел, зачем ему это деньги Не просто так деньги на счету, ну, неплохо было бы А для чего именно ему это важно И если там важности нет, если там нет твердости То чаще всего он не захочет идти к этим деньгам Значит, надо что-то искать другое Может быть, это его не истинная цель И вот ключевая здесь история Сделать видение, чтобы у человека было видение Как сделать так, чтобы то, как устроен мир Каким он себя видит в этом мире Правильным, классным человеком, к которому он стремится Которым себя чувствует, но пока им не является Как туда прийти И чаще всего это выражается именно в деньгах И чем больше человек видит, чем больше он мечтает Тем больше здесь у него точка C, так называемая Которую мы можем его привести И дальше, если мы построим план, как прийти в эту точку C То человек у нас, конечно же, купит Поэтому этим мы и займемся Дальше мы спрашиваем Слушай, если так все классно, если здорово Ты хочешь в точку B, ты в точке A И, может быть, даже в точку C хочешь прийти Слушай, а почему ты еще не там Что-то делаешь или не делаешь для того, чтобы там быть? И какой у тебя потенциальный здесь план для того, чтобы там оказаться? И тут будут сказки Сказки, истории, рассказы Много но, да, но И вот все, что мы сейчас здесь слышим Каждому человеку есть замечательное объяснение В его мозгу, почему он это еще не делает Почему не сейчас, почему не время Почему, почему, почему И окей, мы здесь слушаем его И не перебиваем Аккуратненько записываем Потом мы с этим будем работать Чаще всего мы здесь выявляем набор страхов Или предубеждений, которые не являются истиной Потому что нет ничего истинно Есть истинно только то, что человек сам для себя решит И вот он решил для себя так Поэтому у него есть ограничения Мы должны их распутать будет Потом мы спрашиваем Хотел бы вообще решить? Говоришь, все понятно Да, системные проблемы Все ясно, понятно Ты не один, но такие проблемы есть Действительно они очень важны А ты вообще хотел бы их решить? То есть ты хотел бы делать так, чтобы они были решены? Если он говорит, да Говорит, конечно, хочу Говоришь, супер Ну так давай, если мы найдем решение Ты будешь участвовать? Ну, есть ли у тебя деньги? Готов ли ты платить? В смысле платить? Почему платить? Я хочу решить ситуацию Говорит, да-да-да, мы решим И если я решим, заплатишь? Здесь мы проверяем, халявщик он или нет Что? Он говорит, да Чаще всего это истинная проблема Если истинное решение ему нужно Он говорит, да, я готов заплатить любые деньги Вот если такое есть, значит можно продолжать Если он там начинает Да, но нет Я не знаю Говоришь, так-так-так, погоди Давай сейчас вот с этим разберемся И потом идем дальше Или не идем В принципе, на этом можно закончить И вот тогда, если человек не уверен, не готов Можно даже его на консультацию не приглашать Можно переписки даже решить Либо, если он пришел на консультацию Это выясняется там за первые 10 минут И в принципе, ты говоришь Желаю тебе удачи и будь здоров Поэтому здесь, конечно, у человека должно быть истинное желание Он не должен обманывать ни себя, ни вас Для того, чтобы сделать то, что нужно сделать Для того, чтобы добиться результата Вот здесь он должен ответить Да, хотел бы и готов платить Дальше ты говоришь У меня есть способ, как это решить Но с ограничений, которые есть у тебя Вот здесь, вот то, что ты нарассказывал Ты понимаешь, да, что это некие сказки Что можно по-другому Ты видишь ограничения Говорит, да, я вижу ограничения Ты прямо ему показываешь эти ограничения психологические и бизнесовые Ну, чаще всего все равно все с психологией связывается Иногда он говорит Я не понимаю, как это сделать У меня навыков нет Навыков нет переговоров, продаж Я недостаточно умен Я недостаточно экспертен Я недостаточно лидер и так далее Говоришь, окей Это можно все решить Это либо навыки, либо психология Ты готов с этим работать? Если он говорит, да, готов Тогда ты говоришь, смотри То, что ты не делаешь Скорее всего, ты не готов почему-то Да, давай с этим работать Из того, что ты сказал Я вижу, что тебе мешает то-то и то-то Мы говорим Вот такие-то затыки и ограничения, которые мы только что выявили И, возможно, тебе еще рано Если ты не хочешь с ними поработать Но я бы на твоем месте поступил так Здесь ты приглашаешь и предлагаешь его увидеть Ваша презентация решений То есть ты показываешь, что бы ты делал на его месте Он такой класс, вообще супер И сейчас мы выясним твою готовность Если ты готов работать, если ты готов их менять Если тебе план, который тебе показал, нравится И ты в это веришь То, пожалуйста, покупай либо основной продукт С предоплатой 10% Или ты покупаешь какой-то другой продукт Ну, менее дорогой Который тебе мешает решить какую-то маленькую проблему И идем на промежуточный продукт Если целиковый не готов Но главное, чтобы было решение Потому что если есть решение То дальше уже все решается действительно Потому что вы ее уже делали Если вы предлагаете всю вот эту историю То, скорее всего, вы уже знаете, как делать Иначе у вас не получится уверенность сказать Здесь вот можно уверенность сказать Только наставнику, у которого есть уже это решение Либо человек, который понимает, что это работает технология Он делал много раз И он как учитель может по этой технологии провести В принципе, работает и то, и то Я знаю точно, что работает и как наставник Который может привести И как учитель, который просто следует технологии Здесь проблем нет Дальше Целевое действие вообще всей этой истории Продажи или основного, или вспомогательного продукта Все Вот это вот скрипт основной продажи Который должен быть на том Когда мы продаем консалтинг Консалтинг продается именно таким образом Естественно, чтобы это делать мастерски Конечно же, нужно, чтобы у нас было понимание психологии Это все, что нужно знать И второе Право влиять Работать с человеком И любить его, видеть его затыги, которые есть И с любовью предлагать ему решения Действительно классные, качественные Тогда человек видит заботу, поддержку Когда вы искренне в него верите Тогда он приходит Вот это основная стратегия Вторая тема Идем на второй блок Это услуги Здесь у нас продажа, например, дизайн проекта Или любого другого проекта на заказ Здесь у нас ситуация следующая Что мы заранее подготовили портфолио С ключевыми работами и описанием, как мы работаем Чтобы можно было посмотреть это примерно за 1-3 минуты Коротко и пару кейсов еще показываем детально Чтобы человек ознакомился с ними Как правило, нашу работу видит человек В Инстаграме, либо в Телеграме Либо рекламу Он видит, кликает, смотрит что-то Посмотрел, кликает и связывается с нами И здесь мы должны сделать Какой-то предварительный первый звонок С клиентом Для чего? Должна быть причина, чтобы он пришел Здесь мы предлагаем ему какую-то консультацию Но не консультацию, а какое-то бесплатное решение Которое он ищет Либо это посчитать свой проект Либо найти какие-то еще дополнительные референсы Какие-то картиночки найти для него Если это дизайн проект Либо покреативить вместе Либо сделать какой-то первый шаг Например, написать, не знаю, рыбу, базу Предлумать стратегический план То есть что-то мы должны вместе с ним поделать И вот это вот то, что поделать Для него должно быть ценно В каждой нише это свое В дизайне интерьеров мы можем предложить, допустим Планировку, либо 3D-концепцию Что происходит дальше? Нам звонит клиент или пишет То есть он увидел то, что мы показываем, предлагаем Это обязательно должно быть Мы обязательно должны проявиться сначала сами Без проявления это не работает Потому что он не пройдет Нельзя сказать, что я просто хороший дизайнер Я хороший специалист Хорошо, если ты хороший Чем ты уникальный? Почему я тебя не видел? То есть нужно что-то показать Он это видит, он дальше приходит Когда он приходит и смотрит Мы его приглашаем на встречу-разбор И он такой, окей, ладно И страчу сколько-то времени Для того, чтобы получить пользу Дальше он приходит к вам Это может быть либо личная встреча Либо в Zoom можно встретиться Проблем нет Мы работали с зарубежными клиентами В США у нас есть тоже клиенты Которые через Zoom спокойненько смотрят И потом покупают на 20 тысяч долларов У нас вот заказы спокойненько идут из США Поэтому нормальная история Вот И дальше мы встречаемся И вот давайте пример рассмотрим Например, мы встречаемся Мы говорим Слушайте, здорово Здравствуйте, что Хорошо, что мы встретились Здорово, что вы к нам пришли Мы сейчас собрались для того Чтобы сделать такую-то, такую-то тему С вами, например, планировку Или разобрать ваш проект Или посчитать смету Скажите, пожалуйста Вы видели наши проекты? Он говорит Да, я видел Супер, да А что вы видели? Что конкретно вы видели? Что вам понравилось? Человек отвечает Отлично, говорите вы А почему именно это? Он отвечает И пока он отвечает Вы понимаете, что ему ценно Что ему нужно Какими словами он говорит Дальше мы спрашиваем Хорошо, а в чем ты видишь работу дизайнеров? Вообще, в чем нужна помощь вам Для того, чтобы создать себе Такой же проект, который ты видел на картинке Например, в 3D-визуализации, в чертежах, в комплектации, в стройке В чем нужна помощь? Вам клиент опять отвечает Заметьте, здесь пока никаких у нас нету еще материалов Что мы с ним что-то делаем Да нет, мы просто спрашиваем Если он спросит Слушайте, а мы же пришли на бесплатную концепцию Или визуализацию, или чертежи Где бесплатная? Если он так спросит Но в 90% случаев, в 95% человек это не спросит Потому что он думает, что надо как эксперту отвечать Но даже если спросит Вы говорите очень просто Да, сейчас мы это сделаем, конечно Мы сначала узнаем Именно какой состав работы, продукты и все остальное А потом, конечно, мы сделаем вами то, что обещали Что самое важное в работе, в процессе мы тут спрашиваем Здесь мы тоже можем использовать систему BEST Система BEST говорит о том, что клиентам нужно, как правило Два из четырех основных пункта Это либо цена-качество Либо это личный контакт Либо это необычные какие-то вау-решения Либо это функциональность Мы спрашиваем, что тебе наиболее важно И клиент, как правило, отвечает Ну, первое и второе Он сам этими словами скажет Потому что так всегда бывает Людям, ну, в зависимости от их типа, важны ли бы основные две вещи Две другие вещи им тоже важны, но меньше И они вам скажут Если это то, что совпадает с тем, что вы можете дать Это замечательно Скорее всего так и есть Потому что клиент кликнул на вашу картинку На вашу визуализацию Потому что он увидел там именно вот это Либо на описание То же самое, кстати, происходит Не обязательно в дизайне интерьер Если мы делаем автоворонки Либо какие-то маркетинговые материалы Там будет то же самое Или та упаковка Либо тот способ работы, который вы предлагаете Скорее всего клиенту именно и подойдет Здесь он просто сам себе еще раз проговаривает эти моменты Дальше Пятое, вы спрашиваете Окей, какой первый шаг? Давайте проверим мы Как в деле будем, как в сервисе Здесь вроде мы проговорили все Мы можем с вами сейчас покреативить Например, то, что мы обещали Но я не рекомендую делать какую-то работу Именно там чертить планировку Я бы рекомендовал что-то покреативить вместе с клиентом Надо придумать, что мы можем покреативить Например, у нас на iPad есть подбор картинок Человек показывает планировку Например, свою предварительную Либо план дома Либо функциональный инзонирование Какие где зоны И вы говорите Вот давайте посмотрим, что вам нравится Что мне нравится Потом мы это все в коллаж соберем И на следующую встречу приедем, презентуем То есть можно увезти назад в офис Либо домой И сделать еще раз встречу потом Когда у нас уже готовый концепт Чтобы его обсудить В общем, здесь самое главное целевое действие Либо продать на встречу идею Либо продать следующую встречу Что мы приедем с концепцией Если концепцию прямо сейчас давать не надо Если у нас встреча относительно того Чтобы выбрать нас Вы говорите Смотрите уже сколько мы проделали Мы сделали всю техническую задачу Всю техническую работу Давайте теперь это дело оформим Это будет стоить 5, 10, 15 тысяч В принципе, это чтобы в альбом этот сшить И мы уже начнем работать И сделаем, допустим, вам планировку Он говорит, ну давайте, да, мы уже просидели 2 часа Давайте это сделаем То есть здесь критически важно, чтобы человек не пошел выбирать еще дизайнеров А уже начал с вами работать Это мы делаем тоже в тактике переговоров Там отдельно можно про это посмотреть Здесь я даю только концепцию, собственно, что должно быть основное И здесь целевое действие, продать это как раз первый шаг Чтобы, если это премиум клиент, как правило, продать вторую встречу Что с вами надо еще встречаться Потому что для премиум клиента очень важно общение личное с вами Он тратит свое время, драгоценное Которое, ну, гораздо, там, 10, 15, там, 100 тысяч стоит у него Вот, а не премиум клиентам можно именно за деньги продать То есть у кого какая ценность Мы должны, чтобы он немножко истратил на нее Тогда будет работа Вот так продаются любые услуги Дизайн интерьера, автоворонки, кондиционеры Все, что хочешь, именно таким образом продается Далее Можно продавать по скрипту продаж Прямо читать по скрипту Здесь, как правило, недорогие продукты Давайте я сейчас скажу, например Это может быть похудение, да Или какие-то курсы, которые не ведут к результату Которые, ну, не очень у нас дорогие Там 30-50 тысяч Здесь мы заранее готовим пакеты, тарифы Менеджер у нас прошел обучение и сдал экзамен У нас разработан скрипт продаж Да, кстати, иногда бывает это и дорогие продукты Можно там за 600 тысяч продавать, например Отдел продаж таким же способом Ну, я считаю, что здесь может быть нецелесообразно Мне кажется Потому что если ты продаешь что-то дорогое за 600 тысяч То выгоднее продавать все-таки вот таким способом Через выявление потребностей А не читать по бумажке по скрипту Ну, и менеджеры здесь Ну, если лидов много, конечно, можно и так продавать Просто конверсия будет не очень хорошая Вернее, можно сделать так, чтобы она была гораздо-гораздо лучше Не только читая по скрипту Потому что здесь люди, которые покупают там более 100, 200, 300, 500, 600 тысяч миллион И иногда очень часто они уже понимают все манипуляции Которые здесь заложены в скрипте А скрипт в любом случае построен на манипуляциях На то, что читает менеджер А другой человек уже, который слушает, он согласен получать Потому что он уже на самом деле все купил Это не заслуга менеджера, то, что он читает скрипт и все покупает А потому что он уже заранее прогрелся Заранее посмотрел вебинар Заранее познакомился, может быть, с автором Верит его авторитету И тогда менеджер, по сути, просто как книга, которую читаешь И все, и получается Давайте посмотрим Ситуация Клиент пришел и посмотрел Он уже посмотрел какой-то вебинар Знает эксперта Тут главное, чтобы менеджер просто не испортил И не начал портить с собой всю презентацию От менеджера тут сильно не зависит Он просто читает по скрипту И это будет окей И вся здесь работа, самое главное, чтобы это работало Должна быть сделана предварительно Клиент уже все купил Надо только не испортить То есть это сделано либо на доверие автору Тот пришел просто посмотреть и купить уже Со скидкой, может быть Либо вебинар посмотрел Тоже пришел со скидкой купить Какие здесь опции? Ну, либо это небольшой продукт Все-таки за 30-50 тысяч Когда люди внушаемые Они через манипулятивный скрипт Могут внушиться Установки контакта Первое здесь Типа здороваемся Говорим, да, здравствуйте Кто вы, что вы В общем, налаживаем контакт Втираемся в доверие Второе Выявляем потребности Говорим, вам важно, например, похудеть Потому-то и потому-то Говорим, да, очень важно Презентация решения Вот здесь вот мы не спрашиваем Что хочет человек Мы как бы и так знаем Мы говорим У нас вот другие люди Вот то, что вы хотели Уже делали Показываем кейс-1, кейс-2, кейс-3 То есть мы, по сути, проводим Самопрезентацию-разбор Человеку здесь и сейчас Ну, в прямом эфире Еще раз проговариваем То, что мы бы проговорили На вебинаре Просто вебинар Либо он не забыл Либо не смотрел Мы здесь еще раз проговариваем Потом говорим Ну что, покупай Клиент говорит Нет, я не куплю потому-то У меня нет денег У меня нет времени Я не уверен в себе Здесь мы все это закрываем Естественно, тоже по скрипту И дальше мы делаем Спецпредложение Чтобы он купил здесь и сейчас И не ушел думать Вот, в принципе, вот и весь скрипт Его можно прописать заранее Ему можно дать Простому менеджеру Который за 2-3 дня Почитав этот скрипт Научится продавать это массово Тут проблем вообще нет Какая есть проблема? Проблема, что Ну, достаточно Не будет просто это делать На очень-очень высокий чек Либо это будет легко делать Если мы подготовили Известность автора И заранее подготовили Всю вот эту вот презентацию Чтобы прям клиент Уже приходил покупать То есть здесь это не просто Ноунейм, да Поворонки Если ноунейм поворонки То есть вас не знают Как личного бренда То лучше всего все-таки Я считаю, мое мнение Что больше 100 тысяч Лучше всего Подходят вот такие вот презентации Во-первых, это эксперты Лучше тренируют Изучают аудиторию Во-вторых, там контент появляется Который можно Уже писать в интернете Для подогрева То есть здесь, по сути Эксперт лучше всего Изучает свою аудиторию До того момента Как по скрипту продал Либо мы продаем Недорогие продукты 30-50 тысяч Вот с помощью скриптов И отдела продаж Мы вот в проекте Там по похудению Делаем примерно сейчас так Да, но если мы продаем В этом же проекте Там за миллион Например, то же самое похудение Это делает обязательно автор Целевое действие здесь какое? Изучить и применить Везде тактики убеждений Клиентов по скрипту Все манипуляции Все психологии Убеждения Психологии влияния Все здесь Клиент слушает И далее покупает Потому что скрипт Нормально уже сделан И клиент уже подогрет Вот так работают скрипты В общем, использовать скрипты Наверное, на сумму Там 30-50 тысяч рублей Я считаю Примерно Вот так С отделом продаж Можно использовать Либо на высокие чеки Но тогда нужен бренд Либо 500 с плюсом И бренд Но это тоже не сильно Хорошо Потому что если 500 с плюсом И бренд Все равно я бы тренировал Тогда продавцов Продавать вот этим способом Он гораздо универсальнее Ему можно научиться И тогда у нас будут продавцы Почти со 100% В конверсии все делать Потому что Научившись один раз Здесь это развидеть нельзя Тяжело это И еще одна у нас здесь концепт Если это нетворкинг Иногда нам нужно продать Просто встречу Целевое действие Запись на встречу В какой ситуации Нам нужно продать нетворкинг И себя как человека Здесь мы продаем Первую встречу Через личный бренд То есть через Свои хобби Увлечения Все остальное Давайте посмотрим Заранее подготовим Описание себя Хобби Внешний вид Фото Контентную визитку И чтобы мы там Выглядели как классный Так называемый супер человек Чтобы с нами было интересно Весело Чтобы с нами Хотелось общаться То есть надо себя упаковать А не свой продукт Что с нами весело Задорно Прикольно Интересно Но не шут А просто Ты классный Нормальный человек С которым хочется общаться С харизмой Достаточной И энергичной Чтобы люди хотели Какое-то качество У тебя взять И вот это качество Нужно показать в упаковке И проявить это качество На встрече Либо в переписке Это тоже читается Ситуация Здесь мы продаем Первую встречу На антворкинг Нас клиент не знает И первым делом Мы продаем Не пользу ему Это тоже Но в основном Мы продаем Личное человеческое общение Чтобы мужчинам и женщинам Хотелось с вами быть Как мы это делаем Первое Проявляемся Суть такова Я интересный человек И необычный Со мной очень круто общаться Вот у меня какие увлечения Вот какие у меня хобби Результаты Социальной значимости Активная жизненная позиция Я лидер У меня есть мечта При этом я отдающий И готов вами поделиться Всеми своими навыками Для того Чтобы вы получили от меня пользу Это вот базовая такая суперпозиция Суперупаковка Для того Чтобы с нами было хорошо И чтобы мы тоже испытывали кайф От нетворкинга Второе Что тебя привело во мне Расскажи о себе Что действительно тебе интересно Здесь мы спрашиваем Когда человек уже пришел Знакомился Говоришь Слушай Вот что у тебя там Также можем в другом человеке найти То что мы видим у него Например Видите кого Яркого Харизматического Классного человека Говоришь Слушай Ты такой классный Ты так вот прям интересно рассказываешь Так яростно Зажигательно Прям открываешь свою позицию Слушай Она мне не близка Но то как ты это делаешь Мне очень-то нравится Давай с тобой пообщаемся Может быть ты мне научишь Так же ярко рассказывать О себе Только моей теме Можешь мне подсказать Все И идешь с ним общаться Так Дальше О круто Что бы ты хотел получить Какая твоя мечта Обрисуй Мы его потом спрашиваем Спасибо ты мне помог Очень классно Слушай А давай я тебе тоже буду полезен Что ты вообще хочешь То есть ты спрашиваешь о человеке Искренне о нем А он спрашивает о тебе Потому что это ну реально Классно Это именно и есть нетворкинг Обмен Какими-то душевными вещами И обмен Навыками Давайте даже скажем так В приятном общении В такой дружеской обстановке С энергией Это всегда полезно Люди заряжаются об этом Даже Такие махровые интроверты Их тоже можно раскрутить на это Да Я вот не сказать что экстраверт Но я могу это сделать Мне это интересно Потому что я люблю людей Я люблю развиваться Потому что я верю и понимаю Что я развиваюсь только Через людей Поэтому я максимально открыт Это тут мое качество И я максимально отдающий И мне люди тоже хотят Дать частичку себя Это всегда очень приятно А значит они будут покупать И я буду у них покупать Все нормально Если классные продукты Обмениваются Это все хорошо Вот так работает через нетворкинг Дальше мы также спрашиваем Слушай А вот ты уже делал там то что хотел Почему не получается Какие препятствия ты делал Что уже делал Что видишь В пути своего развития И какой твой план Человек говорит Говорит Я вот хотел бы твои качества Или хотел бы то-то-то Но дальше не получается То-то-то Ты говоришь О супер Я кажется это могу решить Слушай У меня есть идея к тебе Как добиться такого результата Давай поштурмим вместе Здесь мы продаем тоже только встречу Давай просто вместе встретимся Еще раз в кафе И обсудим Возможно я помогу тебе На ситуацию Посмотреть с другой стороны И повлиять И свой опыт тоже на эту ситуацию Я думаю что тебе будет полезно И если тут у нас есть Какое-то кислое решение То мы уже говорим Мы это так уже делаем Либо мы Там сможем тебе что-то придумать Есть у меня идея Все на интерес Человек уже придет Все целевое действие Быть хорошим Приятным человеком В общении И сконнектиться Чтобы продолжить общение Вот в принципе и все Это вот основные у нас Механики по работе Системы Бест Напомню Здесь мы продаем консалтинг Здесь мы продаем Первую встречу На бренде Здесь мы продаем Просто по скрипту И здесь мы продаем По этапу продаж Когда клиент с нами встречается Которую мы не можем Выцепить из интернета Вот здесь никак Потому что Клиент сам к нам приходит Мы не можем Направить частному клиенту Какую-то информацию О нас Потому что мы просто Не знаем его контакта Мы должны в любом случае Проявиться Чтобы он к нам пришел И вот здесь у нас Цепочка сообщений И цепочка работы С клиентом Для того чтобы Его заинтересовать И чтобы он к нам пришел Вот это вот можно использовать Главное не путать Под каждую категорию темы Есть свои скрипты Свои продажи Свои тренировки Свои ролевки И так далее И вот все это Мы детально-детально разбираем В нашей программе Кто с нами учится Того Я прям конкретно даю Скрипты, шаблоны И мучимся А кто не учится И смотрит только пока сейчас Это как промо-материал Тоже прекрасно Да Смотрите Приходите Смотрите Что можно взять от меня Делитесь этим видео Тоже с друзьями Если вы хотите все это внедрить Не просто знать в теории А вот как я сейчас Прям с одного дубля Все это рассказываю Почему Я же не готовился Я не учил это Я просто это знаю Я проживал И много раз передавал Другим людям Если хотите тоже Это применить для себя И продавать на суммы Ну вплоть до полтора миллиона Сейчас на данный момент Это самый высокий такой мой чек Который я продавал Также я продавал за миллион За 500 тысяч За 300 За 100 За 200 То есть это все есть И это прям конкретно покажу Итак Спасибо за внимание Я думаю Что это видео было для вас полезным По крайней мере Оно Я постарался Чтобы оно приоткрыло завесу Над тем Какие бывают категории Как с ними работать А если вы знаете Какие категории И каждую из них Можно разделить на части То можно составить Для себя Понимание Как с каждой Из этих тем работать Выбрать себе специализацию И дальше научиться самому И потом научить своих клиентов Которые заплатят уже вам За то Что вы пройдете с ним этот путь И они заработают деньги Для себя Вы для себя И соответственно Все будут при деньгах И при правильной информации Которая позволит вам Дальше это все систематизировать И сделать свою жизнь Такую насыщенную Яркую И изобильную О которой вы мечтали Субтитры сделал DimaTorzok